Ну раз уже это так, раз уж вы сказали, сами сказали, что всегда говорите правду, то давайте тогда разбираться, что реально сегодня можно сделать для Киева, вот по-настоящему. Но не так, чтобы вот когда-нибудь в светлом будущем, конечно, мы согласны с этим, но что сегодня реально? Реально можно и такое глобальное сделать для Киева. И может быть, не обязательно. Понимаете, мы сейчас Киев, если взять срез города Киева, он представлен, и если мы возьмем руководство города и депутатов, которые работали, много делали хорошего, есть замечательные люди, как везде есть, приличные, хорошие. Но в принципе у нас огромное, мощное, строительное лобби в городе Киеве, представлено в Киев-Раде. Это плохо или хорошо? Понимаете, это хорошо, то есть я не могу сказать, что это в той категории, как развивается у нас застройки, как мы строим Киев, это плохо. Это реально плохо. Но это только потому, что у нас очень слабое общество, то есть, ну как кияны. Потому что мы не представлены достаточно хорошо, и мы не можем защитить. То есть в результате, так как большинство депутатов представлены крупными строительными холдингами, действительно, они абсолютно прагматично, профессионально, со знанием дела отстаивают свои интересы, готовят нормативные документы, готовят решения Киевсовета, делят бюджет города Киева с точки зрения развития стройиндустрии. Потому что общество им дало такую возможность. И только ленивые не воспользуются этим. Но если бы нормально было задействовано нормативы, правила и требования, и в принципе депутаты были достаточно хорошо представлены людьми, которые не связаны или не имеют, ну, в зависимости от серьезного строительного лобби, тогда бы, естественно, по-другому. Тогда ведь на любой территории надо создать правила, которые сбалансируют интересы. Потому что Киев не может развиваться без бизнеса, без крупных строительных холдингов. И спасибо, что они пытаются здесь строить. Это просто замечательно. Но где они должны строить, с какой высотностью, в какой очередности, с какими приоритетами мы должны выделять деньги и строить или дороги, или какие-то вещи. Это зависит от решения Киевсовета, от тех приоритетов, которые они выстроят. Подождите, Инна, а что у нас? Нет какого-то генерального плана города? Я не знаю, как это называется. Генеральный план, естественно. А где же он? У нас он есть. Тогда давайте вернемся, кто его делал, каким образом носились туда. Ведь у нас слабое государство с точки зрения представления у нас общества или социум очень слабо представлено, потому что нарушен баланс интересов. Я могу сказать, мы находимся в стране развитого олигархата. Но как бы, к сожалению, но это правда. И в принципе, общество отдано на откуп крупному олигархату, который сам принимает решение, они между собой договариваются. И дальше принимается решение, что им надо делать, какие будут тарифы, какие будут возможности, какие правила, каким образом. Я не хочу дальше в этой иерархии идти, это не наша тема нашей передачи. А вот я бы хотела, и в принципе, и тут стоит вопрос, что, к сожалению, общество и, например, громада места Киева, если бы она была достаточно хорошо представлена, они бы сказали, нет, мы это делать не будем, потому что мы хотим сохранить зеленую территорию, мы не хотим застраивать наш центр города, мы не хотим поднимать высотность, мы хотим сохранить историческую идентичность. А вам давайте выделим вот эти участки, сделаем так, давайте, вот если вы строите, например, какое-то здание, то давайте, наверное, вот такие должны быть нормативы развития социальной инфраструктуры, а вот обязательно должны быть паркинги для того, чтобы люди могли поставить машины, и вот это. И если это нормативно в городе есть, и Киевсовет за это проголосовал, и там, ну, я не беру нормативную базу, нет правил, тогда у них нет выхода, они должны это делать, и тогда это будет сбалансировано. А когда сам себе определяешь правила, и ты работаешь над тем, чтобы повысить свою доходность и прибыльность, а тут тебе всякими глупыми вещами заставляют вообще понижать высотность, тогда доходность бизнеса уменьшается, там это, и ты можешь это сделать, то навряд ли кто-то откажется от этого удовольствия выстроить свой бизнес, как он видит сам, как они сели, решили и как строят, и в этом есть проблема. Но я считаю, что мы должны гордиться хорошим бизнесом, который есть, с другой стороны, мы должны защитить. Я, например, была поражена, что мы перестали финансировать там ветеранов, мы перестали финансировать там ряд программ, с другой стороны, мы финансируем очень много тоже, делается много хорошего, есть там программа Турбота, там что-то помогают и делают, то есть нельзя сказать, что ничего не делается. Но вот какие флажки выставили, что разрешили делать, а что не разрешили, это зависит от системы, которую выстроил город, фактически, как и в стране. Вот если бы в город выстроил четко видение, что нужно и чего нельзя, и четко нашли видение, а, кстати, не только город, вот мы сейчас очень много говорим о городе Киеве, но город Киев сам развиваться не может, он зависит от Киевской области и от агломерации, ну, фактически. Почему? И как мы зависим? Как мы зависим? Мы должны обеспечить, потому что очень много людей приезжают с области, кстати, сделаны были первые шаги, и Киев создал Киевскую агломерацию, куда часть населенных пунктов и городов-спутников Киева вошел. То есть мы расширили просто границ Киева? Нет, мы начали договариваться, это как агломерация, которая задекларировала, что она должна решать ряд вопросов вместе, потому что нам надо строить окружную дорогу, нам надо строить мусорно-сжигательный завод, ряд других вопросов. И там надо начать договариваться или законодательно принять какие-то вопросы, которые урегулируют это. И, в принципе, в мире это уже решенные вопросы, они по-разному решают. То есть где-то больше отдают на места власти, и там договариваться надо, потому что люди должны с Киевской области приехать в Киев на работу. С другой стороны, киевляне говорят, а почему мы должны оплачивать? Дальше у нас транспорт, кто платит? У нас куча людей, которые имеют пильги, это по-русски. Но мы поняли, неважно. Нет, привилегии. Ну, не привилегии, а льготы. Люди имеют льготы. Значит, мы им должны, государство им это декларировать, значит, это надо обеспечить. Какой механизм? Поэтому мы не можем в отдельно взятый закрыться и выстроить город. С другой стороны, например, Киев находится на трех транснациональных коридорах транспортных, огромных. Это транспортное преимущество Украины. Там транзитный транспорт. А ну и видно, если на кольцевой дороге. Ребята, нет. Так вот это надо решать, и надо решать на уровне государства, и смотреть, и думать, как пройдет решение этого вопроса, потому что Украина теряет преимущество транзитной страны, и мы должны обеспечить транзитные потоки. Это наши возможности Украины. Украина становится частью интегрированной системы развития транспорта. Это очень хорошо. Но мы должны как-то разгрузить город Киев. И кроме того, город Киев, это же не просто, у него особый статус. Это наша столица, где куча представленных замечательных органов власти, которые, в принципе, и отдельно мэрия города. Так вот здесь нужно очень грамотно выстроить приоритеты и очень системно с ними работать. А мы работаем ситуативно. И какой бы золотой ни пришел мэр, это я говорю честно, всегда найдется кто-то, что ему позвонит, особенно если управляемые депутаты, и скажет, нет, вот мне я хочу сделать вот это. А тут вот в целях, не знаю, каких вот давайте построим прямо вот в районе стадиона «Динамо», ну вот «Диснейленд». Ну, вы чему? Инвестиция, хорошо. А дальше, что Киев превратится в огромный коллапс, это уже будут последствия. Но если и мэр не может отказать, потому что его вдруг могут снять, я гипотетически беру. Я не беру к этому мэру, к другому. Я думаю, те, кто сидят в кабинетах, они понимают определенные вещи. Но если есть система, если есть сильный депутатский корпус, если есть правила, которые задекларированы и утверждены громадой, тогда это сложнее сделать. Во-первых, мы помогаем мэру, потому что он может отказать, он знает, что вот ну никак нельзя построить. Сегодня у нас Киев, это, в общем-то, огромный супермаркет, где кто больше заплатит, тот получит то, что он хочет. К сожалению, понимаете, потому что я не могу, как киевлянин, спокойно смотреть, как, в принципе, мы, хотя я могу сказать, что с точки зрения Европы, мы, в принципе, очень хорошо. Мы зеленый город, один из самых зеленых. И нам еще рано пеплом посыпать голову. Но, в принципе, если мы тренды не поменяем, то, к сожалению, мы превращаемся немножко в другую ситуацию. Притом на сегодня Киев, он, в принципе, город, от которой, ну, есть определенные проблемы. У нас достаточно серьезная изношенность систем инженерных. У нас старое лифтовое, господи, более 50%, и это, в принципе, огромный вызов, потому что если лифты ломаются, они уже больше от 20, где-то до 25 лет. Изношенность лифтов – это больше где-то до 60%. Ну, в городе Киеве – это старое лифтовое хозяйство. Это огромный вызов, и там надо системно-планово это решать. То есть есть ряд вопросов, которые требуют подхода. И, в принципе, я вам могу сказать, что, знаете, сейчас кроме таких вызовов, которые, там, мы говорили, Украина, Киев, территория, есть еще глобальные вызовы, на которые Киев тоже реагирует. Никто не думал, ну, пожалуйста, ковид. Никто даже придумать себе не мог в кошмарном сне, что это вдруг так случится, и, в принципе, и Киеву пришлось перестраиваться, вообще перестраиваться всем. Это тот вызов, который… Дальше мы поняли, что уехать никуда нельзя, что тут оказалось нам необходимо, слава богу, сохраненная частично медицина от реформирования. Я к этому философски отношусь к реформации медицины. Я считаю преимущество Киева, что не до конца все реформировали. Это нас спасло. Это нас спасло. Спасибо. Видите, когда они активные чиновники, им надо говорить действительно спасибо, что здравый смысл восторжествовал, и мы что-то сохранили. Не успели реформировать. Понимаете, да? Ну, это шутки, а, в принципе, это огромный вызов, и с этим надо что-то делать. Дальше есть другие. Войны, вызовы, экономические тренды, спады, инфляция. То есть это город тоже переживает, потому что мы находимся в состоянии огромного конфликта, который у нас идет на востоке страны. Это тоже влияет и на инвестиционную привлекательность. То есть не ищите простых решений. О!